Дорогие друзья, здравствуйте. Начинается осень в Таиланде. Осень – это время начала, да? Время начала сезона, время начала… У нас весна. Активизация, да, у вас весна. У вас весна. Меня зовут Филипп Березин, я главный редактор «Приан». А мы сегодня на вебинаре «Приан». Генеральный директор компании «Артхаус» Александр Давыдовский. И мы будем говорить как о недвижимости Таиланда в целом, так и в первую очередь в большей степени о Пхукете. Будем говорить о том, какие возможности этот рынок сейчас представляет и вообще что нового, с чем Пхукет приходит к новому сезону. Александр, еще раз здравствуйте. Звук проверили, вроде все видно, что все слышно. Давайте буквально несколько слов для начала о вас, о вашей компании, о том, как вы оказались на Пхукете. Вы довольно давно там, я, соответственно, включу презентацию, несколько кадров вы расскажете и о себе. Ну, а потом уже перейдем именно к Пхукету в широком смысле. Да, на Пхукете, вы знаете, у нас сегодня была тоже одна, у меня сегодня два семинара, ну, этот вебинар, это был просто сегодня семинар. И, конечно, многие реагируют так странно, смотрят, когда говорят, что тут уже 16 лет. Большинство новых приехавших у нас всего 2-3 года на Пхукете. И, честно говоря, огромный период, конечно, я сам это осознаю, что это почти целая жизнь, 16 лет. За эти 16 лет выстроил девелоперскую компанию на острове, называется Arthouse Group. И там эта группа компаний, потому что мы занимаемся не только стройками. Ну, и, соответственно, у нас различные смежные виды деятельности. Это все ваши компании. Я правильно понимаю, это все ваши компании. Да, ну, это у нас где-то примерно 300 человек работает в постоянном штате. Вот логотипы, которые 3King, Steam, и скоро у нас мы действуем не только как девелопер, но и как строительно-подрядная компания. То есть у нас свои строители, инженеры, техника свои, свой лагерь строителей. Соответственно, то, что мы продукт создаем, мы его сами и строим. Ну, помимо всего, мы еще и строим и даже наших соседей там и прочих девелоперов на Пхукете. Такое тоже есть. Если говорить про смежные виды деятельности, ну, у нас, помимо всего, еще управляющие компании, которые также подтягиваются, мы также очень много занимаемся различным развитием фитнес-индустрии острова, ресторан и бизнес. В общем-то, и все это вместе вот такой вот… Конломерат. Да, локальный конломерат. То есть, можно сказать, вот так жизнь Таиланда и жизнь Пхукета оцениваете, можете оценить с разных сторон, да? Но при том мы очень локально Пхукета. Я хорошо знаю историю Тайанала и хорошо понимаю его культуру, но мы чисто пукетские. Никогда мы не шли своим девелопингом куда-то в Бангкок или в Паттайу. Вот чисто Пхукет, потому что мы здесь прочно стоим, такие по-настоящему крупняк. Окей. Ну, давайте тогда, может быть, сразу тогда такой общий вопрос, которому будет посвящена значительная часть нашего вебинара. Но вот в каком состоянии подходит рынок Пхукета к новому сезону? Каковы ваши ожидания и как застройщика, и как человека, который смотрит на Пхукет с очень-очень разных точек зрения? Ну, это очень интересная история к тому, чему мы сейчас пришли. И исходя из того, что мы шли, хочу сказать, чтобы Пхукет знал невероятные истории своей жизни в прошлом. И сейчас мы после прошедшей пандемии, после ровной динамики до этого, мы сейчас пришли к тому, что у нас невообразимый просто рост бизнес-активности, я бы так это назвал, на острове, во всех сферах, не только там в строительстве. То есть новые наши экспаты, которые приехали сюда, они дали такой ощутимый толчок. Вот многие из них очень продуктивные, и они достаточно талантливые, я тоже могу так сказать. И, кроме того, получилось все так, что у нас и сами тенденции в мире сместились с Европы на Азию, и поэтому у нас появился тот клиент, который ищет европейского качества жизни, соответственно, экспат, он бы так сказал. И, в общем-то, остров преображается из того простого тропического острова, который был где-то там в Индийском океане, он, конечно, превращается совсем в другую историю. Скажите, вот это преображение, в какой степени вы фиксируете его именно, назову так, в русскоязычном пространстве? То есть, вот, там, 2022 года граждане России, граждане Украины поехали, или вот вы сказали, что вообще экспат в широком смысле. Кто еще? Потому что, насколько я знаю, например, граждане Китая по-прежнему достаточно ограниченно могут приезжать на Пхукет, ну, и в Таиланд, в частности. Вы знаете, у нас вот до ковидного периода Китай и русскоговорящие, в целом, они где-то занимали 40-40%, европейцы 20%. Вот, сейчас Китая нет, вот, они так до сих пор после ковида и не вернулись, после того, как закрылись. Основной контингент – это все-таки Россия, Казахстан, Украина. Вот, но европейцев тоже увеличилось количество. Я это связываю с той налоговой нагрузкой, которую они держат у себя в Европе. Вот, и, к слову, ну, мы часто здесь общаемся, у нас в штате также есть и англичане, и французы, и мы, я представляю себе картинку, то, что происходит здесь, ну, просто для сравнения, НДС в Таиланде 7%, вот, и там, ну, корпоративный налог, там, 15%, вот, конечно, все считают все это, и с учетом того, что здесь же дешевле, многие просто получают качество жизни намного выше, чем они за те же деньги были в Европе, и европейцы тоже едут. Окей, ну, хорошо, давайте тогда перейдем уже именно к недвижимости. Рынок недвижимости, с какими показателями он сейчас пришел, если мы говорим о ценах, если мы говорим о спросе, если мы говорим о той динамике, которую никогда можно выгрузить в цифрах, но, по крайней мере, вот в ощущениях она есть. Я знаю, что у нас в презентации есть несколько кадров, которые статистику показывают, вот, если нужно, я их тоже подключу. И все-таки перед этим я еще попрошу контакты Александров и его кампании в чате опубликовать. Александр, слушаем вас по общему, уже связанному с недвижимостью вопросу. Так, ну, вы знаете, я посчитал количество объектов у нас на Пхукете, вот, то есть, вот, допустим, да. То есть, вы знаете, исторически вот ежегодно у нас получилось так, что в год появлялось, ну, 5-7 объектов новых строек выходило на рынок, они за год продавались, и в следующий год появлялись новых 5-7. Вы имеете в виду глобальные стройки, там, ну, там, какая-то на 50, какая-то на 200, какая-то на… Да, 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 именно так. Вот. Сравнительно небольшое количество относительно того, что у нас есть сейчас, потому что, вот, я посчитал, у меня получилось больше 40 объектов сейчас на рынке, Но это не за год, а я взял также 23, посчитал, потому как у нас появились объекты, зашли также крупные федеральные застройщики, и там есть объекты, которые по тысяче квартир, даже по 600, по 700, которые за год не продались, и они перешли на этот год. И всего у меня, ну да, достаточно большое количество, несравнимое с предыдущими годами. При этом я, видите, на графике выделил, основная масса – это все-таки квартирные объекты, первая береговая… Квартирные апартаменты. Да, квартирные апартаменты, ну, объекты – это здания кондоминиума. Первая береговая линия я выделил в качестве примера, их всего три. Это та категория, ну, то есть, если мы говорим, допустим, как это все будет отражаться на цене, на рынке в целом, на спросе, то у нас первая береговая линия, она всегда была в меньшинстве. И то, что их сейчас три – это уже подарок, потому что бывали года у нас, когда вообще на рынок не выходило ни одного объекта, который стоит на песке пляжа. Сейчас у нас их три. Ну, надо понимать, что эти объекты всегда будут в дефиците, они всегда будут в цене, в ликвидности, всегда будут хотеть. В общем-то, и вот что касаемо вот этих вот трех несчастных объектов, которые быстренько сейчас разберут, их, ну, как бы, на них ничто никак не скажется. Виллы, виллы, у нас получается земля на острове стоит денег, и, конечно, либо на этой земле строишь квартирный комплекс в семь этажей, либо одноэтажную виллу, потому что средняя стоимость виллы у нас миллион долларов. Вот так. Но очень большой сектор потенциальных клиентов ищет что-то, ну, не с таким бюджетом. Я могу сказать, что хорошим, конечно, предложением будет на рынке – это появление поселков, где можно просто купить земельный участок и построить что-то самому в соответствии с своим бюджетом. Такие предложения, я думаю, появятся. Скажите, пожалуйста, вот 25-13, то есть, ну, около 40 глобальных масштабных проектов сейчас идет на Пхукете. Этот рост, в какой степени, на ваш взгляд, это следствие все-таки того затишья, что было в ковид, или это следствие того спроса, который появился в последние два года, в первую очередь, со стороны Рафраны? Вы знаете, это, конечно, отложенный спрос, который был у нас, ну, получается, у нас 20-21, и там они года были, собственно, нулевые. Вот. И это все сказывается на отложенном спросе. Притом при всем, вы знаете, на Пхукете есть департамент зональности и строительства, который ежегодно собирается и оценивает ситуацию на рынке для того, чтобы как-то его скорректировать. Вот этим занимается правительство, оно регулирует рынок. Вот. И в этом году они опять собирались, и в том году собирались. Вот. Обычно они корректируют рынок, знаете, какой системой, ну, у них такой достаточно грубый метод, есть предохранный комитет, и просто не дают разрешения достроиться в том самом деле, в котором нужно. Вот. И какую обратную связь мы получили после очередной сессии, которую они провели в этом году? Ну, первое, что они, да, они выдали большое количество строек и разрешений в этом году, чтобы поглотить вот этот вот весь спрос. К слову говоря, когда наступил 22-й год, всего было 5 застройщиков на острове, всего 5. Вот я ищу 4. В смысле, реально что-то, вы имеете в виду, те, кто что-то делал, потому что застройщиков, в принципе. Да, да, потому что за COVID кто-то просто ушел на пенсию, кто-то просто свернулся, уехал, и все. Вот. И получается было всего 5 застройщиков, конечно, с тем потоком, который тут был, ну, все просто пришли в ужас, потому что забрали все, что было. Вот. Ну, и, конечно, выдали вот эти разрешения. А в этом году они, конечно, решили, что на следующем 25-й год пора эту лавочку прекращать. Вот. Сместили акценты, сказали, что теперь, если хотите строить, попробуйте пойти в Пукеттаун, там вам полное будет раздолье. Ну, это старая часть города, и там, скорее всего, это относится к рэн-девелопингу, чем не пляж. Вот. И еще такая есть появилась федеральная программка, прилетела, что нужно также развивать крови. То есть перенести часть, это предложение к застройщикам. Да, к крови, это провинция на материке, она где-то 400 километров отсюда. Ну, да, вот такая тенденция действительно есть, но вот скажите, я читал некоторые отчеты, причем это были даже отчеты, например, официальных органов, ведомств, тоже имеющих отношение именно к строительству, к регуляции строительства на Пукете, с их точки зрения есть определенный риск, по крайней мере, в прошлом году об этом чаще говорили, в этом чуть реже, что строят много, и вот такого строительства, такого качества, по таким ценам, может быть, Пукету им не нужно, просто потому что, ну, как бы спроса такого не будет. В какой степени вот нынешнее строительство соотносится с тем спросом, который есть? Ну, тут вы, я могу так сказать, все от категорий зависит. Если пляжная линия, то ее это никак не коснется, она всегда будет в спросе. Виллы очень плохо, так как они дорогие, и динамика их продаж очень слабая, то есть невысокая, они очень медленно рефлексируют, то есть как это будет дальше, пока не сложно сказать. По квартирным комплексам, которые там в трех-четырех километрах от моря, вот, подальше, не на первом вероуговании, это коснется. Я думаю, что сколько по цене будет, вот, такая, знаете, корректировка, я бы назвал это так. Вот как вот спортсмен, допустим, бежит до финиша, пробегает ленточку, еще какое-то время на инерции пробегает. Я думаю, он отступит какое-то время назад обратно за своей ленточкой. Вот, все это будет так. У меня, знаете, все упирается, вот вы сказали, в покупательскую способность. Мы буквально сегодня утром размышляли над одной историей, я расскажу вам историю одного застройщика на Пхукете. То есть у нас есть крупный застройщик на Пхукете, у которого в активе еще, помимо всего, пять пятизвездочных отелей. И он не зависит от самого рынка ценой. То есть он может в своем вот этих отелях сформировать свои маркетинга, пупа, нужных ему приобретателей недвижимости. Соответственно, как он и поступает. И никак не смотрит на, если там застройщики как-то играют с друг другом, пытаются создать продукт, который дешевле, но при этом лучше по качеству, то этого застройщика ничто не ограничивает. И он, ну сколько я вот смотрю, последние два года, он просто повышает, у него стоимость там была 140-150 за квадратный метр, тысяч бат, 160, 170, 180, 190, при том 200, 210, 220 стал расти. То есть и это за квартирный комплекс, который 200, я могу сказать, это цена, которая, ну это на пляже что-то должно стоять. Но у него квартирный комплекс далеко от моря. Когда я их спросил, зачем вы это делаете, их сел, он говорит, слушай, мы просто повышаем цену и смотрим, когда перестанут покупать. А никто не перестает, так и продолжает. О чем нам это говорит? О том, что, ну, есть покупательная способность. Ну, это можно оценить их ценой, можно понимать, насколько люди готовы. Ну, смотрите, вы сами сказали, что если есть крупный застройщик, у него особая история, у него особый выход на клиента, но просто если он там держит значительную часть рынка и при этом, допустим, особенно не внутреннего, а особенно зарубежного, да, ну, условно говоря, там все клиенты из Австралии, условно, они все его, все-таки это не совсем типичная ситуация, кто-то может себе так позволить, кто-то нет. Но вот вы в своей, так скажем, ценовой парадигме, как вы лично изменили цены за последний год и как вы их будете менять в ближайшее время? Вы знаете, я все-таки действую, исходя из рынка, я не делаю их более высокими или более низкими. Мы действуем, вот сколько у нас сейчас, 160-170 где-то за квадратный метр? Я хочу сказать, что в кадр, вот это официальная статистика, да, как менялись цены именно на Пхукете, в туристических районах. Да, вот смотрите, ну, горки, да, кто-то заработал на этом всем. То есть, если вот, кстати, до 16-го года там не было вот этих скачков вверх, вниз, то есть, цена шла таким ровненьким, такой линеечкой, немножко вверх. Вот, и она постоянно так и шла. Что случилось в 18-19-м годах, это приход китайцев-инвесторов, которые прям был тут большой исход, и они, конечно, они приобретают только под инвестиции, только под доход, и в итоге цена взлетела. Потом наступил ковид, после ковида отложенный спрос, события мировые, и вот опять у нас рост. Но я бы предположил, что если бы вот этих скачков ни китайских, ни пандемийных не было, то мы бы все равно подошли вот к тому категории, там, 160 тысяч базы квадратных метров, потихонечку бы за эти 4 года мы все равно бы к этому пришли. Я правильно понимаю, что вот этот график, это цена среднего квадратных метров в строящемся проекте или в среднем по рынку, это первичка? В среднем по рынку, первичка, вторичка, все вместе. Но это я имею в виду туристические районы, потому что отдельная категория рынка это то, что тайцы себе строят там в центре. Ну да, мы сейчас говорим, мы в нашем вебинаре, мы ориентируемся на интерес со стороны иностранцев. Ну и самое главное, я не ответил на ваш вопрос, я думаю, корректировка цены будет. Вот если сейчас она идет под 180, может быть, то она все-таки до 160 должна зайти. Я думаю, это неизбежно. Ну это 10%, довольно прилично. Еще раз простите, я тоже хочу уточнить важный момент, это цена предложения, правильно? Вот таким образом выставляют. А, ну опять же, на примере вашей компании или в целом такое понятие, как скидка, на сколько их час актуальны, это же тоже по какому-то смысле баромет рынка. Если сейчас рынок продавца, то никаких скидок нет, ну или они меньше, по крайней мере. Если рынок покупателя, то продавец вынужден двигаться и при этом серьезно. Вы знаете, а у нас и у всех застройщиков всегда были скидки. То есть этого не было, наверное, только один раз в 2022 году, но скидки как инструмент работали постоянно. У меня почти все мои сделки. То есть это когда, ну это, наверное, азиатская культура такая принято, потому что у меня компания, она российско-тайландская, у меня есть партнеры тайцы, и они отвечают за многие направления деятельности в компании. И как бы азиатская культура все-таки подразумевает, что нужно чуть-чуть поторговаться и что-то этот, как маркетинговый ход, наверное, да, могут быть много используют. Именно поэтому цена на кондоминиум в среднем сегменте, который подальше от моря, она все-таки снизится. Это ожидаемый отскок. Возможно, в следующем году она стабилизируется. Вот когда вот начнут местные власти регулировать, там и перестанут выдавать вообще объекты под стройку и давать разрешение. Цена вот от 165 опять потом начнет потихонечку ползти вверх. Если, конечно, не приедут опять в тайцы, потому что это опять случится. В ближайшие 3-5 лет это опять произойдет. Но вот именно простая ровная динамика, она наступит, наверное, в следующем году. Сейчас будет небольшой отскок. Хорошо. Вот вопрос от нашей зрительницы. Я, кстати, да, забыл вначале сказать. Вопросы в чате, пожалуйста, задавайте. Мы постараемся на все с Александром. То есть Александр постарается на все ответить. Я буду их просто транслировать. Вот вы сказали об объектах на первой линии. А вот сколько это стоит? То есть это, например, топ-топ. На что можно ориентировать? Пусть небольшая квартира. В пересчете на квадрат или в абсолютных числах зависит юнит. Ну, если стоите на пляже, то это все-таки уже от 190. Может быть, это можно до 180 найти из этих трех объектов, которые тут существуют. Но в основном это 180, 190 и 200, 220 за квадратный метр. То есть вот так. Тогда то, о чем мы говорили, то, что мы заявляли как нашу основную тему, посмотреть немного в будущее и в зависимости от этого сделать некую такую притягу, скидку для инвесторов настоящего. Вот представление о том, что там цены сейчас растут, в какой степени оно связано с большой долей именно дорогой недвижимости, которая строится сейчас? Как это связано именно с дорогой? То есть не потому ли цены вот растут, что просто строят дорогое и в таких более престижных местах, а бюджетного не особо? Я понял ваш вопрос. Вы знаете, у нас, да, внешние факторы повлияли именно на спрос. Именно это предложение родилось от запроса. Когда приехало большое количество мигрантов, требующих европейского уровня и качества жизни, конечно, появились сразу же вышел сегмент люкс. И еще я бы мог сказать, сыграла вторая история, что местные застройщики у нас иногда проходят совместные форумы, такие как обсуждения рынка. Они не очень любят вот этот продукт, который, ну, допустим, там дешевле, низкобюджетный, и еще маленькие квартирки, допустим, до 30 квадратных метров. Это мнение вообще практически всех моих знакомых застройщиков, что это такая история, она только портит рынок. И потом с этим сложно в последующем работать. Объясню, почему. Застройщик на Пхукете в Таиланде, он действует не так, как в России, потому что в России ты объект построил, сдал и ушел строить следующий. А здесь тебе с этим жить и работать и дальше как-то управлять. Но квартира в 30 квадратных метров – это тот продукт, который очень плохо сдается в аренду, который ниже 30, допустим. У нас были случаи по 25 квадратных метров, но вы можете представить себе, стена там в 10 метров и в шириной 2,5. Зайдет какой-нибудь там сибирский мужик, он просто ногой, ну, ляжет и достанет. Ну, вы понимаете, да? И вот этим никто не хочет заниматься на Пхукете, потому что не только застройщики, даже те брокеры по арендой, которые работают с арендой, они тоже не хочут брать это в управление, не хотят. Вы меня прям откровенно удивили, но ведь формально такой, давайте так, классический товар на Пхукете для инвестора, но в таком представлении, может быть, немножко примитивном, но тем не менее, это апартамент, который, по сути, является однокомнатной, ну, или студией, или однокомнатным номером гостиничным, ну, столь решается, что там петечка, там плиточка небольшая, может быть, есть, ну, а так-то вот, вот разве не это нужно, по вашим ощущениям? Это вы сказали масс-сектор такой, прям массовый сектор. Но я говорю про самую низкобюджетную историю. А то, что однокомнатная, ну, это хотя бы 40 квадратов, и она не однокомнатная, а односпальная, потому что там есть гостиная и есть спальня, а в гостиной есть раскладываемый диван. Это инвестиционная история, которая, ну, там, как отельный номер 4, ну, там, 4 человека, 2 плюс 2, то есть ребенок еще там в гостиной, то есть, ну, и это при том масс-сектор. Такое, я бы не сказал, что у нас все ушли прям в пентхаусы по 100 квадратов, по 200, по 300, нет. Вот этот рынок по 40 квадратов, он существует, но если мы говорим о самом низкобюджетном, то его нет, и никто этим не хочет заниматься. Его и не будет, надеюсь. Окей, то есть давайте тогда так. Вот мы уже немножко перешли к другой теме, и мне кажется, как раз то, о чем, да, хотелось бы поговорить отдельно. Все-таки по вашим словам, получается, посмотрим уже на все это глазами покупателя. Такого покупателя, который рассчитывает зарабатывать. Я так понимаю, что все-таки доля таких, она довольно существенная. Что получается? Им все-таки надо выбирать апартамент, но апартамент не ниже какого-то определенного уровня. В чем это определенный уровень должен заключаться на ваш взгляд? Какой должен быть выбор апартаментов? Да, хорошо. Ниже чего опускаться не надо, потому что вы сказали, что с точки зрения конкретного жильца, пусть он ненадолго приезжает, но номер в 25 метров, и под управление он не очень интересен, и клиенту, соответственно, он не очень интересен. Вы знаете, все достаточно просто. Вот если вы заходите в квартиру, и она вам нравится, вы там можете с комфортом жить и существовать, значит, и тем, если вы берете под инвестиции, значит, и вашим ориентаторам это тоже зайдет. Есть, конечно, ну, еще у нас формируется дефицит на недвижимость. То есть, вы знаете, рынок аренды, к примеру, у нас есть такая категория недвижимости, как две спальни. И это большой дефицит, потому что на острове работает достаточно большое количество брокеров, которые занимаются арендой, и между ними постоянно борьба за право управления такой квартирой. Их мало. И если вы ищете какой-то оптимальный вариант, то первое, да, как можно ближе к пляжу. Если это первая береговая линия вообще идеальна, это будет просто, ну, как бы мечта. Понятно. Если не получилось там взять по каким-то причинам, все уже за право, то берите пешую доступность. То есть, то, что может дойти, не снимая в аренду машину, это то есть до километра, да. Вот. Хорошо идет в аренду 40-50 квадратов. Если это двушка, вообще идеально. Потому что она будет постоянно у вас, ну, просто в очереди на аренду. Вот. Вот простая формула. Ну, вообще для меня это на самом деле такое легкое откровение. Мы с вами, по-моему, примерно год назад общались, и вы говорили о лучших перспективах для собственника недвижимости, такой престижной, более престижной, более дорогой, с хорошим управлением. Но при этом объекты, которые, ну, условно, там, 30 квадратных метров, маленькая спаленка плюс гостиная, они, в общем, тоже, ну, казались вполне себе приличным вариантом. В какой степени все-таки речь идет о метраже, в какой степени о качестве, в какой степени об управлении? Что здесь самое, что вы главу угла надо ставить? Ну, вот смотрите, если коснуться управляющей компании, которая следит за вашей квартирой и выкладывает ее на рынок, то тут нужно понимать, что есть управляющая компания, это небольшой местный брокер, брокерская фирма, которая занимается арендой, либо это огромная отельная компания. И вот представьте себе разницу, вот, допустим, есть там небольшая местная компания, которая взяла в управление квартиру, у нее есть ключи, она заселила-выселила, разместила эту квартиру на Airbnb, к примеру, ну, и там, может быть, даже сделала какой-то автоматический чекин. Вот. И отельная компания, которая зашла на комплекс, сделала там с десяток департаментов сервисы по ежедневной уборке, мини-бары, там завтраки с утра прям в номер, соответственно, у них фронт-офис, у них резервация. Они, отельные компании, подключены к мировой системе бронирования. Что это значит? Вот эти все букинги, агоды, там работают прям сотни тысяч людей по всему миру, целые коуд-центры, и они объединены все одной системой, одной структурой. Если этот кондоминиум стал частью вот этой отельной инфраструктуры, он всегда набит туристами, притом посуточными, которые платят суточную цену, а не месячную, она дорогая. Вот. И неважно, это, вы знаете, тут совсем другая история. Если говорить о том, что, как это соотносится с расположением, то отельная компания бьет, конечно, это как козырный туз, он и расположение бьет, и, не знаю, что еще, и качество. Но при этом хорошая отельная компания, там, какой-нибудь, я не знаю, Хилтон, там, или, там, Винхам, они не возьмут в управление комплекс с квартирами в 30, ниже 30 квадратов, точно не возьмут. А что важно? Какой? То есть, они и по метражу ориентируются? Мне казалось, что тут, ну, локация, все-таки локация самая главная, а метраж, ну уж ладно, но есть там 30-метровые номера, и ничего страшного. Ну, они по, им нужно два ресторана, это в комплексе, то есть, чтобы создать, то есть, люди должны приехать, они не должны бегать искать сети по завтраку, они хотят отдохнуть, они приехали, там, работали целый год. Вот, им нужно очень много развитой отельной инфраструктуры, ну, вне комплекса, то есть, вне вашей, то есть, общей территории, там еще и фитнес, и там, чего только может быть, не быть. Соответственно, у них еще отдельный запрос, у них по энергетике, по безопасности, по пожарной безопасности. Квартиры, они смотрят, ну, от 30, наверное, но ниже 30 точно не возьмут. Означает ли сказанное вами, что если я приобретаю апартамент, условно говоря, там, ну, там, 28 квадратных метров в жилом комплексе, пусть даже неплохо расположенном, я не беру первую линию, но все-таки в туристической зоне, давайте так. Вероятность того, что этим объектом глобально заинтересуется какой-то крупный, крупный управленец, она ничтожно мала, и, соответственно, я буду связываться, нужно будет связываться с брокером, если не захочу заниматься управлением самостоятельно. Возможно, найдется какая-то локальная фирма, которая сможет обеспечить какой-то сервис, но у нас таких на Пукете не имеется. Хорошо. Тогда давайте посмотрим, хорошо, я купил, но означает ли это, что люди скорее едут в Хилтон или куда-то еще, а не там, условно говоря, вот, вполне привлекательный апартамент, но за которым не стоит какого-то бренда управленчества? Слушайте, едут и туда, и туда. Но это два разных рынка. То есть, если на вашем квартирном комплексе написано Хилтон, он не будет бороться на внутреннем рынке за клиента, потому что глобальная система бронирования всегда его автобусами будет туда к нему завозить, даже если он находится в центре острова, этот ваш кондоминиум. Но те, которые, квартирные комплексы находятся не в отельной системе, они будут бороться на местном рынке за клиента. Борьба будет тяжелой. И будет среди местных эта борьба. И, соответственно, скорее всего, скорее всего, этот объект будет сдан не посуточно, а помесячно, что сказывается на стоимости. Прибыль будет, но она будет не такой существенной, как разница есть. И еще есть такая история, что бывают квартирные комплексы вообще без какой-либо управляющей одной, а их там много. То есть, на один квартирный комплекс, 300, допустим, квартир, зашло сразу, ну там кто-то, просто владелец, когда покупатель пришел покупать, ему сказали, слушайте, сдавайте сами. У нас полная свобода. И в итоге он нашел себе брокера, сосед нашел другого брокера, тот нашел третьего, там может быть их много очень. Они как начинают друг с другом бороться? Понятно, в том числе и ценой, это как раз понятно. Да, начинается демпинг, вот как им еще это все предотвратить. Поэтому, кстати, многие застройщики сейчас уже к этому приходят, что все-таки нужно в правилах проживания в кондоминии ограничивать вот эту всю историю. Потому что, может, оно не только влияет на рентабельность объекта, клиенты это берут, чтобы там зарабатывать, но она еще может и закончиться тем, что там, ну кто-то с собакой там заехал, или там еще какая-то история может даже как-то влиять на безопасность. То есть, ну, в общем, сейчас у нас рынок в эту сторону, кстати, начал координироваться, и застройщики начали присматривать себе либо на собственной базе открывать отельное управление, либо присматривать себе хорошего цельного оператора. Ваше, тогда такой момент. Тот момент, когда проект только выходит на рынок, на пикете, ну, по-прежнему традиционно многое продается, ну, что-то на стадии котлована, значительная часть по ходу строительства. Какая информация обычно о комплексе известна с точки зрения управления, и когда она становится известна? То есть, когда, окей, проект на стадии котлована, или там, скажем, первый этаж возведен, в этот момент уже известно, что это будет Хилтон, или давайте даже не Хилтон, что это будет просто известный хороший управленец. Или это, по большому счету, может выясниться и на более поздних этапах. В некоторых странах есть этапы. Но из моего опыта, когда мы, допустим, наш право от резиденции передавали Винхаму, мы, конечно, вели переговоры со многими управляющими компаниями, там и Акор, и Рамада различными. Вот. И я бы сказал, что нам разрешат написать на проекте Винхам, даже если он еще только заложен, только строится, только когда мы подпишем контракт. Это, конечно, сильная сторона проекта, поэтому если на нем не написано, допустим, у нас сначала назывался Право от резидент корон, а сейчас называется Винхам Трэдмарк Коллекшн, Право от резидент корон, то есть Винхам. То есть это название нужно получить. Соответственно, если вы видите это название, то значит контракт уже есть. Его могут подписать еще до окончания стройки. А если нет, значит контракт нет. Отлично. Александр, давайте просто я сейчас покажу. Это же какой проект? Я хотел бы просто показать. Это один из проектов, который вы делаете. Просто скажите, где остановить, про какой проект речь идет. Вот это, да? Вот это, да. Просто чтобы было понимание. Вы когда... В какой момент вы договорились с Винхам? Ну, с Винхамом. Ой, слушайте, не сразу. То есть мы уже начали строить, и человек, и... Мы искали себе долга, при том, что сначала перевели переговоры с одной, со второй, с третьей, сравнивали условия. И на самом деле мы уже подняли там, не знаю, почти все этажи, когда наконец подписали контракт с Винхамом. То есть это было не сразу, нет. Это оказался достаточно трудоемкий переговорный процесс. Давайте тогда посмотрим... Их там вот такая, вот такая папка с правилом, что нужно. Например, вот для Винхама, ну, для конкретного вашего партнера. Я правильно понимаю, что этот партнер берет на себя управление комплексом? Да, но контракты бывают разные. То есть часть департаментов он может оставить за тобой, и ты должен обеспечить качество сервиса. В отельной компании, вот в комплексе, должно работать не меньше, там, ста людей, ста человек. Ну, окей. Сильная часть вот этих операторов отельных, это если они на себя по контракту берут, допустим, отдел резервации. То есть в этом случае тебе, ну, конечно, за каждый там ключ и аренду, там, им что-то оставляешь, но в этом случае тебе, как управляющему этого комплекса, нет необходимости вступать в эту маркетинговую борьбу с местным рынком. Ты знаешь, что Винхам тебе всегда привезет этих туристов. Хорошо. Давайте тогда так. Вот с точки зрения комплекса. Предположим, предположим, вы бы этот контракт вообще не подписали, и у вас не было бы никакого партнера и не было бы никакого бренда. Для меня, как для потенциального покупателя, во-первых, и, во-вторых, для меня, как для потенциального туриста, который бы приехал. Что бы реально изменилось для первого и для второго? Ну, лично я могу сказать за себя, что даже если бы я не подписал контракт, я бы все равно не допустил бы туда брокеров с разных сторон, чтобы они не опустили цену. Но если вы говорите о ком-то еще, что, ну, допустим, мы сравним комплекс отельный и в том, в котором много брокеров. Но здесь, ну, и тот, который не под отелем, но при этом у него есть монополия. То есть все-таки для арендатора самая низкая цена он найдет в комплексе, где брокеры занимаются таким каннибализмом и начинают снижать цену. Он, это самая низкая цена будет. В отель он зайдет, ему скажут только посуточное, как в отеле, вот там 200 долларов в сутки и все. То есть и даже хочешь на месяц, плати по 240 долларов на месяц. А если говорить о квартирном комплексе, который сказал не или нет, давайте сделаем тут собственную управляющую, но без отельного подключения, то разница между отелем и компанией, которая управляет, это количество сервиса. Отельная компания хочет задорого сдавать, потому что хочет, чтобы там было все, вплоть до розочки на подушечках, шоколадки там, два раза уборка в день, вы понимаете, да? Ну, да, это просто. Но на комплекс, который сдается там помесячно, ну, который подешевле, всегда тоже будет клиент. Airbnb достаточно развита. Я сейчас про это и хочу сказать. Вот смотрите, комплекс подешевле, комплекс подороже. Комплекс более гостиничного типа с явным потенциальным, с потенциальной силой управления, который хорошо управляется. И комплекс, который управляется не то, что хуже, а скажем так, скромнее. Ну, да. Можно ли как-то провести параллель, а уровень заполняемости их будет, ну, то, что и тот, и другой найдут клиентов, безусловно, а уровень заполняемости, может быть, есть какая-то цифра или просто ощущение ваше? Ну, я скажу так, что оба комплекса в пик сезона, там, декабрь, инварь, февраль, они заполнены будут все там процентов на 90. Я имею в виду второй комплекс, если он в пешей доступности от моря. У нас есть, допустим, хорошее сравнение. Есть там квартирный комплекс косей, который стоит недалеко от моря и есть. Там рядом с ним стоит отель «Сай», пятерка. И в одном комплексе стоит 2000 бат в сутки, а во втором 18. Но оба забиты на 100%. Просто и тот, и тот, как бы, один клиент проснется с утра и пойдет там поищать завтрак, а другой спустится и позавтракает шампанским. Каждому свое. Но, возможно, у того комплекса, который квартирный, без отельного управления, в низкий сезон будет спад. То есть, есть, допустим, низкие месяца, июнь, 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 июнь может быть простой. Тогда еще такой момент. Значит, есть вопрос, как купить и как продать, да? Если мы говорим о объекте, то есть, вот перед инвестором встает, там, два варианта. Купить объект максимально гостиничный, назову его так. То есть, управление, инфраструктура комплекса и так далее. Или купить юнит в номере, ну, таком, вот, как вы сказали, более таком бытовом, что называется. Понятно? Следит за ее качеством этой квартиры. То есть, если там что-то сломается, она тут же ремонтирует. Вот, она всегда в хорошем состоянии. И отель, который, ну, и кондоминиум, который там нужно раз там несколько лет снова косметику делать. Вот, и я не могу найти плюсов. Вот, так хорошо. Цена, цена, цена. А, вот смотрите, хорошо. Один отель мне будет приносить больше, чем кондоминиум, там, допустим, там, в полтора раза или в два раза. А если я заплачу за один, там, в два раза меньше или в три раза меньше, тогда доходность-то от второго варианта будет больше? Или это все равно не так работает? А вы знаете, у нас цена никак не привязана к самому кондоминиуму, ой, к отельной компании никак не влияет на цену. Вот никак. То есть, мы знаем, из чего сформируется стоимость стройки. Это стоимость земли, стоимость стройматериалов и рабочая сила. Два ресторана построить, простите, построить дополнительно два ресторана и цену какие-то расходы? Или они незначительные? Если говорить о, в целом, о комплексах, то у нас все квартирные комплексы, как минимум, обладают лобби-ресепшеном. И, ну, рестораны, кстати, не у всех есть, но лобби там у рецепшен есть. Ресторан такая история, что, ну, вы можете посчитать, там, 30 тысяч квадратных метров у нас в здании. Из них ресторан, ну, сколько он? Тысяча квадратов? Ну, там, может быть, пересор. Тысяча, да, скорее, ваша правда, побольше. Ну, в общем, как бы это несущественная часть, которая не повлияет на настройку. Вот, но... Но при этом все-таки я не вижу отельной компании в этой формуле на формирование стоимости. Это, вы знаете, есть привычка. У нас еще есть застройщики, которые просто ходят и ходят дальше без отельной компании. Такое есть. Но все меньше и меньше, рынок перестраивается. Друзья, напоминаю, мы общаемся с Александром Давыдовским, генеральным директором компании Art House, говорим о недвижимости Пхукета, заглядываем в недалекое будущее, говорим и о настоящем. Александр, вот смотрите, у вас довольно много проектов есть. Понятно, что они в разных ценовых категориях. Насколько вы это можете на примере именно вашей компании, которая активно строила, как вы сказали, и в ковид, все-таки провести вот такую, не знаю, выкладку сделать. Есть цена, есть доходность, есть интерес со стороны потенциальных арендаторов. Как это сказывается, вот этот интерес потенциальных арендаторов и сила управляющей компании, все-таки как она сказывается на цене? Вы сказали, что это может вообще никак не сказаться, но вот что влияет на цену тех объектов, которые предлагаете вы? Я просто сейчас пролистаю несколько этих объектов, а вы, если можно, расскажите. Хорошо, для меня, как для инвестора, почему один объект будет стоить дороже, а другой дешевле? Кроме площади или это локация, или это, как вы видите, потенциальный интерес арендаторов или качество управляющей компании? Вы знаете, но на стоимость все-таки значительной степени влияет стоимость земли, которая... А стоимость земли влияет от расположения пляжа. То есть если рядом с тобой пляж, то будет пилотоп заплатить существенную стоимость за земельный участок. Если это пляж хорош, то вообще, конечно. Инфраструктура, развитая вокруг, да. То есть если, допустим, у нас есть районы северные, Майкао, да, то там землю можно взять подешевле, но вокруг просто лес и джунгли. То есть нету так, что вышел, допустим, и у тебя тут улица с какими-нибудь мишленовскими ресторанами и барами. Нет, такого нет там. И, соответственно, взял подешевле, стоимость дешевле. Очень сильно может сказаться еще, конечно, работа с тем генеральным подрядчиком, с которым у тебя контракт. То есть после того, как ты выпустил продукт, нужно его построить. И хорошие подрядчики стоят дороже. Архитекторы. Хотя, кстати, вот если нас смотрят какие-то строители, могу им дать нескольких таких интересных лайфхак. Да. То есть, допустим, архитектор и архитектура, вся инженерная часть, все прочертить, нарисовать, согласовать. Это может стоить где-то процента 3 от стоимости проекта. То есть это дорого. И многие работают с местными архитекторами. В то же самое время, если пойти найти какое-то архитектурное бюро в Бангкоке, а там конкуренция более значимая между этими всеми специалистами, то уже можно сократить расходы эти до 1,5%. То есть это важно. Мы вообще, кстати, в архаусе ушли от работы с подрядчиками. То есть в какой-то момент это стало очень дорого. Они не всегда выполняют условия контракта, поэтому мы стали собственным подрядчиком и сами себя строим. Поэтому вопрос стал более контролируемым. Крупные застройщики, которые на остров заходят, Тайтл там, еще Сансири, они, конечно, тоже застройщики. У них цена может быть ниже, чем общерыночная или у соседей, потому что те строят через подрядчиков, а эти сами выполняют собственную стройку, строят быстро, качественно и достаточно надежно. Александр, вот означает ли, что все проекты, которые вы сейчас строите, во-первых, мы их посмотрели, там, ну, их сколько, наверное, почти 10, да? Меньше чуть-чуть, да? Сколько у вас сейчас? Ну, их сейчас 8, но 9 на подходе, да. Вот из этих 8 проектов, вы их, какие вы начали, ну, скажем, с 2022 года? Они же все начаты, вот, последний город, два, потому что все, что вы начинали до этого, уже построено. Ну, да, строят мы давно, там, Пальмета, Праут, они давно построены уже и стоят, работают. Часть комплексов у нас сдается в этом году. У нас пятый элемент виллы, поселок, и Пальмета парк тоже в этом месте сдается. Вот, но еще остается Абов квартал, там, в целом, мы строим, там, у нас сейчас на трех этажей подняли, его еще мы будем строить, сдадим только в 25-м. Вот, и новый проект, который только сейчас запустили. Окей, скажите тогда, пожалуйста, вот означает ли это, что вы все проекты, которые сейчас начинаете строить, все, что будете строить, для вас принципиальным решением и принципиальным предложением, или, ну, там, с вашей точки зрения, это сильный плюс именно для инвестора, это наличие внятных договоренностей с либо сильной управляющей компанией, либо наличие своей управляющей компании, которая будет решать все вопросы и, соответственно, максимальное приближение апартаментов, которые покупает инвестор, и явил, к гостиничной инфраструктуре. Абсолютно так, то есть это прям политика компании, мы имеем, у нас в свое время обязательства перед нашими клиентами, и, соответственно, у многих мы, ну, там, вы знаете, иногда начинаешь дружить со многими, и, конечно, просто взять, так уйти из комплекса, выдать им ключи, ребята, занимайтесь сами, но, нет, этого не будет ни в одном из наших комплексов, мы везде создадим сервис. Тогда должен спросить, как, какие показатели доходности есть сейчас, что вы декларируете, ну, в скобках, обещаете, есть ли истории с гарантированной сейчас доходностью, именно в такой форме, и как вы смотрите на возможные изменения, скажем, в арендных платежах через, там, 2-3 года, хорошо, вот сейчас цифра одна, да, через 2-3 года все равно что-то меняется. Ну, вот смотрите, если взять, допустим, я поподробнее расскажу, как, чтобы, если кто-то нас сейчас слушает и решит что-то взять, он должен это понимать, то есть, с самого начала, вот, когда строишь объект, самая, это изначально самая легкая часть, это создать продукт и его начертить архитект с архитектором, плюс согласовать в местных органах власти. На самом деле это тяжело, но это самая легкая часть. Дальше идет стройка. Это вторая часть, которая чуть-чуть сложнее первой. Ну, там, понятное дело, нужно работать с огромным количеством строителей, с прорабами, инженером, нужно закупить стройматериал, все это построить. И вот третья часть, организовать отельное управление и сервис, это самое сложное, даже сложнее, чем построить. Потому что там в комплексе, если мы говорим о собственном управляющем, либо коллаборации с каким-то брендом, где у тебя часть департаментов твои, то есть там работает же, ну, там, больше сотни людей. Соответственно, это фронт-офис, обслужение в номерах, уборки в номерах, чистки бассейна, безопасность, security. У тебя несколько ресторанов, и в каждой из них по несколько смен поваров. В 6.30 у тебя уже должен стоять завтрак. То есть вот эту всю создать организацию, это, а к чему я все это говорю? К тому, что, когда клиент заходит в отельный комплекс, он ждет с прибыли сразу вот прямо сейчас. Вот только ключи получил, отельная компания зашла в его квартиру, поставила там мини-бар, наполнила его там благоухая, все, чтобы... Но прибыль все-таки где-то будет... Ну, она появляется, конечно, сразу, но по мере начала раскрутки, там в том же Google Map появляются различные вот эти отзывы, да, там очень много систем. И, соответственно, начинается постепенный-постепенный рост. Только через год после сдачи кондоминиума и работы компании у тебя уже начинается что-то абсолютно серьезное. Если говорить о цифрах, то... Ну, вот вы знаете, многие брокеры там сейчас рассказывают, что мы там 15% в легко. Нет, нет, тут 15%, ребят, нет. 15% в рестабельности, я не знаю, нет. Я никогда не видел. Я вижу до 10% в каких-то квартирных комплексах, более-менее удачных. И если это отельный комплекс, это больше 10, ну, то есть он больше 10 сделает. Но 15% нет. Больше 10% для инвестора? Да. Такой момент. Когда приходит какой-то крутой, назовем это так, управленец, он берет больше, чем берет брокерская компания или по большому счету это не обязательно? Он берет, наверное, не намного больше, потому что отельная компания берет себе 40% от прибыли. А брокер по аренде, ну, примерно 30%. Вот. Ну, вы представляете разницу между отельной компанией, где сотня человек, и брокера, которого просто, может быть, это один человек всего. Вот. И, ну, отель, конечно, сдает дороже. Вот. И он не нацелен сдавать за дешево, иначе он просто, ну, ему это не выгодно. Ему нужно торопиться на... Друзья, мы проговорили практически час, да, вот, думаю, интересное общение. Ну, буквально еще пару вопросов. Я отреку вас, Александр, чуть-чуть выйдем за наш часовой лимит. Скажите, вот вы сейчас строите, есть такая традиционная фишка, особенно, когда говорят про острова. Это относится не только к Хукетту, это про разные локарские говорят, что места больше не становится, земли больше не становится, строить, в общем, особо больше не гти. В какой степени это относится к Хукетту, и как эта история будет меняться в течение ближайшего года, там, трех-пяти? В какой степени здесь могут появиться некие ограничения? Да, нам это уже сказали, что они будут, эти ограничения. Рядаохранники лютуют. Очень много нацпарков, это еще было пару лет назад, по-моему, ограничили склон, то есть, если раньше было, можно строить на склоне 35%, да, определенного из тысяча, ой, 30%, сейчас только 35, ну, 35, ой, то есть, наоборот, 35, и, соответственно, какие-то зоны вообще становятся такие зеленые, то есть, там, в желтой, допустим, в зоне можешь что-то там повыше построить, где-то кого-то ограничивает, холмы тоже, да, определенной высоты нельзя строить, они должны быть, остров должен выглядеть зеленым, и холмы должны быть зеленые, ничего там строить нельзя. Ну, вот, и то, что они говорят, на следующий год туда будут ограничивать разрешение настройки, ну, это, они говорят, не ограничивать, а как бы смещать акценты в другие районы. Ну, и, соответственно, если говорить про... Вот сейчас вот был период, когда можно было быстренько, было достаточно все либерально после COVID-19, 22, 23, 24, вот, и можно было взять хорошую землю на пляже и тут же получить разрешение, такое есть, вот, а потом этого не будет. Следующий вопрос тоже, наверное, в продолжении этого. Сейчас во многих странах, ну, в европейских, наверное, в большей степени, хотя не только в европейских, мы там сталкиваемся, в Турции, например, есть ограничения, связанные с арендой. То есть, она ограничивается, там, особенно с краткосрочной, как правило, это мотивирует тем, что местным жителям недвижимость становится не по карману, да и жить им особо негде, и так далее. В какой степени здесь, на Пхукете, и в Таиланде в целом, возможны какие-то ужесточения, на ваш взгляд? Ведь они про них тоже говорят, но намного, условно говоря, закрывают глаза. То есть, более того, на те ограничения, которые уже есть на рынке формально, глаза закрывают. Ваше мнение, что здесь можно ожидать? Слушайте, у нас была история, это было еще как раз-таки лет 15 назад, но это не было связано с тем, что местным жителям негде было жить. Местные жители не хотят жить в этих супердорогих квартирных комплексах на побережье. В центре острова вполне очень много прекрасных мест, где можно снять домик. Но, правда, они сейчас сцены тоже подросли. Но с чем была связана попытка провести такие реформации 15 лет назад, это с тем, что в какой-то момент в лобби отели стал подозревать, что сейчас у них появится какой-то конкурент в виде квартирных комплексов. И, вы знаете, документ был принят, но, насколько я понял, ему даже не назначили ответственное лицо. То есть, когда, вы знаете, есть большая разница между выполненным, допустим, каким-то законом или постановлением и практикой его исполнения. То есть, и в Таиланде, честно говоря, многие из тех, кто приезжает, удивляются. Отсутствие полной бюрократии и кто-то трактует какие-то законы на свое усмотрение. А когда нет ответственного лица за исполнение, то он просто не работает. Тайцы не очень любят истории, которые, может быть, затмили бы вот эту инвестиционную привлекательность и как бы ее ограничили. Поэтому все сдают и будут сдаевать. И сами тайцы хотят сдавать свои дома посуточно. Они не хотят, чтобы их как-то в этом ограничивали. Все-таки, вы знаете, тут у нас не капитализм в прямом смысле слова. Я отчасти думаю, что Таиланд это социальная страна. Тут многое делается не ради крупных конгломератных каких-то компаний, а вот чтобы мелкие домохозяйства как-то работали и зарабатывали. А в аренде занимаются устрои все, это курорт. Ну да, по крайней мере в прибрежной части точно наверняка. Окей, друзья, ну на самом деле мы практически на этом уже закончили. Я попрошу просто Александр еще, наверное, несколько слов сказать. Вот проекты вы представили. Все-таки в двух словах вы сказали о примерном их различии. Давайте просто может быть такая общая информация. Диапазон цен, которые вы сейчас предлагаете, в даче буквально несколько слов. Понятно, что я думаю, что вы вышлете всем желающим презентацию с тем, чтобы вы могли конкретные проекты представить более подробно. Буквально несколько слов о текущей ситуации. Ну вот первое, если говорить о комплексах, которые построены, у меня там нет непроданной недвижимости, но у нас в каждом комплексе есть отдел вторички. Там есть менеджер, отвечающий за это, есть отдел продаж, то есть можно зайти в готовый тот же Винхам или Право Травай или Пальмета и что-то себе приобрести уже прямо вот сейчас на это большой спрос. Сколько примерно продается, скажем, какой процент, сколько номеров и сколько единовременно бывает на продаже? Ну, процентов пять, наверное, на самом деле их там не больше десяти, но все равно оно есть, то есть кто-то там что-то, конечно, вы знаете, готовые, не хотят отдавать за дешево. И они как бы еще формируют когда цену, это не я ее формирую, ее формирует владелец квартиры, он иногда отталкивается от того, что ну, я вот на ней сейчас живу или орендую, если будет покупатель, вот такая цена, то пусть берет, не хочет, ну и ладно. В общем-то, пока что это все выглядит вот так вот. То есть готовая недвижимость, она тут же может ехать или тут же начинать получать доход, она дороже, процентов на 30 у нас отличается, то есть, вот допустим, право там где-то ну 190, а обо, которые еще строятся, там где-то 150, то есть вот разница, да, в 40 тысяч бат за квадратный метр, то, что, потому что это построено, тот нет. Вот, но и у нас есть еще комплекс, который называется Hennessy Residence, это наш последний комплекс, который вот крайний делан у нас тут. Вот он, он, это наш новый продукт, он только вышел на рынок, тут получается, и он стоит на первой береговой линии, это пятерка, то есть тут будет пятизвездочная управляющая компания. То есть вы изначально до начала строительства в конкретном случае уже говорили с управляющей компанией, которая будет вашим партнером, которая возьмет на себя или все, или какую-то значительную часть. Нет, именно вот по Hennessy Residence у нас нету еще контракта ни с одной из управляющих, но я могу сказать, что там точно под такой проект на первой береговой линии, там точно должна быть отельная компания, поэтому это будет. Окей. Ну что ж, дорогие друзья, генеральный директор компании Art House Александр Давыдовский, вопросы были, было сегодня, может быть, не очень много, но, с другой стороны, все были по делу, что приятно. Вот, ну, просят сравнить направление Оман и Таиланд, не знаю, насколько вы сможете это сделать, вообще к вам приезжают из, видите ли вы некий переток, в прошлом году говорили про него, некий переток, экспатов, да, в частности, русскоязычных экспатов из Ближнего Востока. Вы знаете, я пытаюсь отслеживать рынки, я могу сказать, что к нам очень много, большая аудитория приехала из Дубаев, из Турции на переезд, кстати, очень много сейчас людей стало именно переезжать, то есть, раньше мы там фиксировали, брали недвижимость, ради такой совмещенный вариант отдых, каникулы плюс аренда, а сейчас каждый третий говорит нам, что он хочет прям заехать жить сам, всегда, либо планирует это сделать в будущем, когда там вдруг что-то, то есть, какой-то такой запасной эротром. Что касаемо Омана, это новый рынок на Ближнем Востоке. Я думаю, что это не Дубай и это не Турция. Это что-то новое, что вот, допустим, там сейчас появилось. Но при этом сравнивать с Таиландом, но даже внешне, там, это разные культуры, разная природа, разные подходы, то есть, я бы не сравнивал, тем более, что Таиланд такой, как паровоз, он уже достаточно развит это идет дальше. Оман пока только начинается, возможно, что-то вырастет. Не хочу ничего плохого сказать про Оман. Наверное, хороший рынок. Многим говорю, ребят, ездите туда и туда, посмотрите все своими глазами. В том числе, если выбираешь недвижимость на Букете, не заостряйтесь, даже если очень сильно понравилось на одном объекте. Посмотрите несколько, в том числе, несколько районов. Вопрос про Хенеси Резидент. Есть ли сейчас не проданные апартаменты там? Ну да, мы живем, только вот запустим в 15 октября, у нас офис откроется. И тогда последний все-таки вопрос хочу вам задать. Вот опять же, на примере Хенеси Резидент или других вариантов. Скажите, пожалуйста, видите ли вы место для тех, вот в, например, в ваших проектах, которые, по сути, являются, ну, апарт-отели, назову их так, место для тех, кто хочет купить и жить самому постоянно? Или все-таки это больше инвестиционная история? Нет, ну, почему у нас и Винхам живут люди, просто живут. Они не подписали контракт с Винхам, это же их квартира. Пожалуйста. Но единственное, что за завтрак с утра сходить, приятно, за него заплатите, вы же житель, вы же не ориентатор, не платите по сутищам. Если хотите завтрак, это же добровольное дело, понятно. Да, единственное, на что Винхам внимательно смотрят, это чтобы вы не занимались самостоятельно издачей втихомолочку, там, потихоньку, не пользуешься. Это запрещено договоре каким-то образом? И правами комплекса, и договором, то есть, ну, это просто, представьте себе, что кто-то заедет, по аренде, заплатил и начнет пользоваться сервисом всем, который предоставляет Винхам, хотя он не является владельцем. То есть, здесь, да, не смотрят. Окей. Итак, дорогие друзья, генеральный директор компании Art House Александр Давыдовский, главный редактор Приан Филипп Бережин. Александр, спасибо вам огромное за эту беседу.